В Черышском частный магазин литр 98 рублей молока, а мы горячимся и за 19 рублей сдаем. Молоко производители вновь один на один с рынком. Пару недель назад стоимость литра сырого молока с 21 рубля упала до 19. Владельцы поголовья говорят, что содержать коров уже убыточно. У меня три дойных. Была бы работа постоянная, может быть сократила, но у меня нет постоянной работы, а мне детей надо поднимать. Приходится держать. Это у нас в деревне единственный наш заработок. Цены на сено, на соляру, на молочную продукцию в магазинах не падают. Это весной, впрочем, как и в предыдущие годы, переработчики молока в крае снижают закупочную стоимость сырья. Происходит это в марте-апреле, когда коровы телятся и молока наоборот много. Владельцы личных подсобных хозяйств с целью заработка держат от трех до восьми коров. А есть те, кто брал грант под ферму и сейчас не может просто взять и бросить затею. Когда мы в гарантии бизнес-проект писали, цена молока была 19 рублей, ну все себе стоимость, взять солярку, по-моему, 32 рубля проходила. Налоги там тоже земельные гораздо ниже все это было. Даже взять сейчас медикаменты, все выросло примерно с процентов на 70. Люди говорят, что закупщики стали чаще выливать их молоко, мол, кислое или недостаточно жирное. Но как проверяют эти показатели, когда в самой машине нет оборудования, владельцы скота не знают. Не обосновывают им и ценообразование сырого литра. Единственный переработчик Усть-Калманский маслосырзавод диктует свои жесткие правила. Сам же продает молоко не ниже 50 рублей за литр. Это местного завода, да, продукция? Да. Вкуснее, удобнее нам здесь. Уже знаем, что подвоха нет. Может быть, даже более-менее настоящая. Владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и грантодержатели говорят, что сменить закупщика невозможно, от тебя откажутся. Рынок поделен и все четко знают своих и чужих. Но и мысли о смене сейчас не возникает, потому что все районы в округе сдают по одной цене. На 19 рублей за литр жалуются в 11 районах края. Рубцовский, Завьяловский, Третьяковский, Шипуновский, Олейский. Стоимость сырья упала в один момент. В течение года поступило 17 обращений от владельцев личных подсобных, именно личных подсобных хозяйств, из 11 районов Алтайского края. Обращения начали поступать примерно в 20-х числах марта. Ведомство сделало запросы закупщикам о вопросе ценообразования. За последние пять лет в крае выявили пять заключений антиконкурентных соглашений. Однако до жителей Усть-Калманского района доходит информация, что заводу некуда девать сырье. Этого не исключает председатель аграрного комитета КЗС Сергей Серов. По его мнению, из-за санкций внутрироссийский рынок перенасыщен молоком. Решить эту проблему могли бы снабженческо-сбытовые кооперативы. Кооперативам, благодаря большим объемам, проще наладить закупку и сбыт молока и молочной продукции, организовать совместную заготовку кормов. У них есть возможность покупки охладителей и другого оборудования, стоимость которого может быть компенсирована по госпрограммам. Кооперативы также могут пользоваться и другими мерами государственной поддержки, в том числе льготными кредитами. Стоит задуматься производителям, что если они снизят маленькую стоимость своей продукции, то она будет большим спросом пользоваться. Мы ждем, когда будут акции, чтобы купить побольше йогурта в магазинах. А если цена высокая, не каждый себе может это позволить. В то же время производители жалуются на наценку торговых сетей в 50-70%. Проблема системная, но решать ее надо с низов. Судя по данным Алтай-Крайстата, численность поголовья личных подсобных хозяйств с 2014 года сократилась на четверть. Самая низкозакупочная стоимость литра молока, зафиксированная в крае, 14 рублей. Сейчас пока 19. Но это еще не предел, говорят переработчики. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком.